Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Один украинский военный ранен на Донбассе в течение минувших суток. Российские оккупанты режим прекращения огня нарушили 10 раз. Один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. На Луганском направлении под минометный огонь попали украинские позиции в Золотом-4. А по Крымскому боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов. На Донецком рубеже враг сосредоточился на Авдеевке и Приморском участке обороны. По данным разведки, у боевиков четверо убитых и трое раненых. С полуночи на линии разграничения Тихо. Тысячи людей ждали предвыборных дебатов на НСК Олимпийском. По данным СБУ на столичный стадион пришли 15 тысяч человек. По словам Петра Порошенко, было около 20 тысяч. Дебаты должны были состояться накануне. Но дискуссии не получилось. Пришел только один из кандидатов, действующий президент Петр Порошенко. Ответил на вопросы журналистов, общался с народом. Как это было, корреспондентка ЮЭТВ Тата Кривенко расскажет. Дебаты не получились. На них пришел только один кандидат, Петр Порошенко. После вступительного слова он ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных СМИ. Говорили об итогах работы за пять лет, планах на будущее в случае победы, позициям по всем ключевым вопросам. Мы действительно дали отпор агрессору. Здесь есть чем гордиться. Мы в условиях войны сохранили демократию и право выбора. Мы в условиях войны обеспечили экономический рост, который, кстати, опережает стагнацию, которая существует в РФ. Несмотря на рост цен на нефть, Украина демонстрирует значительно выше темпы роста. Я обязан сказать эти слова. Судьба Украины в опасности. И речь не идет о фамилии Порошенко, а речь идет о рисках с точки зрения внутренне политических и внешне политических процессов. Рисках для демократии, рисках для экономики. Здесь на Олимпийском собрались тысячи людей. Их безопасность охраняла Нацгвардия, конная полиция и полиция диалога. Большинство собравшихся поддерживают действующего президента и кандидата в президенты Петра Порошенко. Он сделал жизнь безопасной в Украине. Люди чуть подзабыли, что есть война и какой ценой эта безопасность дается. В первую очередь мы хотим его поблагодарить и поддержать. У него есть своя политика, у него больше уважения. Он не незнакомец для Европы и его уважает в Европе. По окончанию дебатов Петр Порошенко вышел на арену стадиона к людям. Пообщался, сделал совместные селфи и поблагодарил за поддержку. Инициатором проведения дебатов сегодня стал Петр Порошенко. А вот его оппонент Владимир Зеленский приглашает всех собраться здесь же на Олимпийском, но 19-го числа. Порошенко заявил, готов прийти на стадион и 19-го. Если это не совпадет с дебатами в студии Суспильного, так как это регламентирует закон. Тата Кривенко, Александр Бугай, Юэй ТиВи. Стрельба в церкви в Канаде. Один человек погиб, один ранен. Во время службы в храм вошел 25-летний мужчина и несколько раз выстрелил в прихожан. Его задержали. Погибшим оказался старейший на церкви. Мотивы нападения пока неизвестны. Их устанавливает полиция. По данным правоохранителей, нападавший был знаком, по крайней мере, с одной из своих жертв. Два человека погибли в результате авиаудара в Сомали. Один из них – заместитель лидера террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в Министерстве безопасности страны. Кто совершил авиаудар, пока неизвестно. Однако местные власти заявили, что это поможет победить терроризм в стране. Более тысячи авиарейсов отменили в двух аэропортах Чикаго, Ахара и Мидуэй из-за снежной бури. Там за один день выпало почти 20 сантиметров осадков. Об этом сообщили местные власти. Снег сопровождается ветром до 50 километров в час и плохой видимостью. На дорогах в американском штате Линойс более 50 аварий. Информации о погибших и раненых нет. По данным синоптиков, снежные бури в регионе будут продолжаться в ближайшие дни. Одно из самых старейших старинных зданий в Нью-Йорке принадлежит украинцам. Ему 120 лет и оценивается оно в сотни миллионов долларов. В пятиэтажном доме уже более столетия находится Украинский институт Америки. В нем проходят художественные выставки исключительно украинцев. Корреспондентка ЮЭТВ Юлия Башко побывала внутри легендарного здания и узнала о нем интересные факты. Американский актер Итан Хоук в фильме «Большие надежды» подходит к этому самому дому, чтобы прокричать и Стелли, что он наконец-то разбогател. Живая легенда Нью-Йорка – 120-летний дом был построен для банкира Исаака Флетчера. Это одно из немногих зданий, которое уцелело после застройки мегаполиса небоскребами. Американские власти даже внесли его в реестр национальных исторических памятников. Здание часто привлекает режиссеров своей архитектурой в стиле французского ренессанса. Его можно увидеть в полусотне американских фильмов. Например, «Зал», где проходит бал в фильме «Кейт и Лео» – на самом деле библиотека Украинского института Америки. Мы называем эту комнату библиотекой. Если вы член Украинского института, то вы можете прийти сюда почитать редкие книги. Это в основном те, что были здесь. Плюс нам много людей передают свои книги. Украинским институтом Америки дом стал более 60 лет назад. Он поменял ни одного хозяина, прежде чем на аукционе его купил украинец Владимир Джус. На тот момент он был известным изобретателем креплений для военной авиации, строил заводы, открывал школы и библиотеки для украинцев в Америке. Было три собственника. Весь дом – это для одной семьи. Он перешел в метрополитен, потом в Синклеру. Когда он перешел к потомкам губернатора Стаева-Санта, у них детей не было. Дом стал переходить как благотворительное пожертвование для госпиталей. Из жилого Владимир Джус превратил дом в настоящую галерею для украинских художников. Первым своей работой здесь выставлял известный в Европе и США скульптор Александр Архипенко. Это одна из первых его скульптур. Она интересна тем, что она может двигаться. Уникальные рисунки и скульптура Александра Архипенко и сейчас занимают один из стажей института. Архипенко был украинец. Пишут, что он русский, но факт тот, что он украинец, рожденный в Киеве. И это наша миссия – распространять правду, а не фейк-ньюс. В залах института сохранились полотна, написанные украинцами в 50-х годах. Михаила Клименко о встрече космонавта Юрия Гагарина, Ивана Тихова о мемориале Тараса Шевченко в Каневе и многих других уже современных работ украинцев. Украинский институт Америки существует исключительно за счет благотворительных взносов. Если брать электрику, то это может быть и 7 тысяч долларов в месяц. Зимой добавляется отопление. Это в два раза дороже. Все уже старое, нужны ремонты. Мы как можем, стараемся. За последние годы на ремонт и помещение 120-летнего здания института украинцы потратили почти 2 миллиона долларов. Отмечают, что с каждым годом интерес к украинскому искусству растет. Сегодня институт Америки посещают до 10 тысяч человек в год. Вы знаете, здание очень красивое. Так интересно посмотреть, как оно выглядит внутри и узнать больше об Украине. Я должна признаться, я живу в Нью-Йорке очень давно, но здесь я впервые. После того, как я начала работать в Украине по программе «Корпус мира» как волонтер, мне стало интересно. Я захотела узнать больше. Интерес растет. С того времени, как начался Майдан, количество посетителей значительно выросло. У нас есть карта внизу, они хотят узнать, где на ней Крым. Кроме того, им интересна Украина и в искусстве, и в музыке. Здание, которое украинский инженер Владимир Джуз купил за 225 тысяч долларов, сейчас выросло в цене и оценивается в сотни миллионов. Из Нью-Йорка Юлия Башко, Антон Куница, ЮЭТВ. Пели гаивки и расписывали писанки. Пасхальный вечер устроили украинцы в канадском городе Торонто. Организовал праздник Центр Союза украинской молодежи имени Симона Петлюры. Перед гостями выступил детский хор «Жаворонок». Были также конкурсы, игры, продавали выпечку. Также в украинском доме открыли так называемую «Стену Шевченко». Это выставка портретов Кобзаря. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала ЮЭТВ.ЁА. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова